МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дина, какие итоги работы передвижной лаборатории? Довольно комфортно было в городе. Это можно понять и по количеству жалоб и выездов. В передвижной лаборатории на минувшей неделе на телефон горячей линии Министерства экологии поступило 20 звонков с жалобами на загрязнение атмосферного воздуха и выбросы предприятий. Осуществлено 8 выездов в передвижной лаборатории. Из них в 6 специалисты отбирали пробы воздуха. Зафиксировано было одно превышение на улице Апрельской в районе дома номер 7. Кроме того, в Министерстве экологии региона рассказали, Краевой суд обязал администрацию города Красноярска регулировать и контролировать движение по медицинскому переулку так, чтобы не было превышений загрязняющих веществ в воздухе. Инициатором такого иска стали местные жители и депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев. И вот теперь решение принято. Фактически в городе создан прецедент, когда ради интересов жителей придется изменить схему движения транспорта. Зафиксировано превышение максимальной разовой определенной допустимой концентрации диоксида азота. Помимо этого, были проведены натурные наблюдения в период максимальной суточной интенсивности загрузки автотранспортом проезжей части. При моделировании схемы движения с ограничением проезда грузового транспорта и изменения циклов работы светофорных объектов установлено потенциальное снижение загрязнения атмосферного воздуха. С целью защиты здоровья граждан министерство обратилось в суд. Дина, как Красноярск выглядит на фоне других городов? Да, для сравнения качества воздуха Красноярска и европейских столиц мы анализируем один из общепризнанных в мире показателей ПМ-2,5. Простыми словами, это мелкая невидимая пыль. И так, 19 апреля, вот как обстояли дела в лучших городах Старого Света. На этот раз в антилидерах город Милан. В столице итальянской моды в понедельник показатель 32,4 из расчета 1 микрограмм на кубометр. В Лондоне 19,8, в Париже 19,9, в столице России, Москве 9,7 единиц, в Красноярске уже которую неделю. Самые приятные цифры. Вероятно, это связано с ветреной погодой. И так, в нашем городе в понедельник показатель ПМ-2,5 составил всего 4,2 единицы. Очевидно, что значительно лучше, чем во всех вышеназванных мегаполисах. Мы связались с представителями крупных промышленных производств, работающих в Красноярске. Речь про алюминиевый завод и ТЭЦ, чтобы узнать, были ли изменены как-либо производственные процессы, было ли сокращение выбросов, какие-то технологические изменения. Ввод в эксплуатацию новых систем очистки. И вот, что нам рассказали. С наступлением весны у нас получилось отключить часть оборудования из-за того, что тепловая нагрузка снизилась. Из-за того, что на ГЭС накоплены значительные запасы воды, соответственно, ГЭС работает, вырабатывает электроэнергию. Потребности в большом количестве электроэнергии от ТЭЦ нет, что позволило нам отключить оборудование в резерв. Например, на Красноярске ТЭЦ-1 вывести домовую трубу номер 3 на замену, на демонтаж. Для того, чтобы на месте дымовой трубы поставить 4 современных электрофильтра для котлов 11-14 и заменить электрофильтрами, отработавшие свой ресурс батарейные циклоны. Все производственные процессы на этом плане ведут в соответствии с планом получения экологической эффективности. И еще из важных новостей минувшей недели. На прошедшем Красноярском экономическом форуме обсудили вопросы мониторинга загрязнений воздуха. Эксперты еще раз подчеркнули важность получения объективных, достоверных данных и необходимости консолидации всех усилий в этом направлении. Вот несколько тезисов. Сейчас во всем мире выстраиваются совершенно новые системы экологического мониторинга в соответствии с ростом технологического прогресса. Мы как раз и поднимали тему, как сегодня с ростом технологических решений искусственного интеллекта решить задачи экологического мониторинга в стране. В том числе и с учетом международного опыта, чтобы все международные стандарты и показатели вливались бы и в эти методические рекомендации. Я думаю, абсолютно понятно и прозрачно будет включать туда и системы автоматизированного контроля выбросов, сбросов и данные вообще мониторинга состояния качества окружающей среды в территориях ответственности бизнеса. Это будет абсолютно правильно. Я напомню, общественникам, ученым и госорганам удалось договориться. Теперь данные мониторинга разных систем наблюдения будут объединены на одной платформе. Именно поэтому мы планировали посвятить наш большой эфир именно этой теме. Мы его перенесли на 27 апреля, чтобы не только рассказать, как будут объединять данные, но и посмотреть на состояние воздуха в Красноярске уже с другой стороны. Ожидаем, что уже через неделю в этом эфире мы еще глубже оценим то, чем мы все с вами дышим. Так что не пропустите. Следующая неделя, вторник, 27 апреля. И мы по-прежнему официально приглашаем в наш большой прямой эфир Игоря Шпехта, где поговорим про систему мониторинга воздуха. А завтра в новостях 7 канала примерно в 20.00 не забудьте посмотреть мой специальный репортаж о связи качества воздуха и онкологических заболеваний. Дина, спасибо. Я напомню, в эфире была моя коллега Дина Володина и еженедельная рубрика «Что с воздухом?».